Называется «Невозможная задача». Пока появится Мацегет, я спрошу несколько вопросов. Кто из вас столкнулся с ситуацией, которая говорит, «Я не знаю, что делать. Я сейчас в невозможном положении нахожусь. Я не знаю, что делать». Кто из вас столкнулся с такой ситуацией? Многие знают. Мы сейчас во время коронавируса, тоже некоторые из нас, 3-2-3 месяца назад, мы справляемся с такими ситуациями, когда сталкиваемся с… Вы думаете, что в будущем тоже столкнулись с ситуацией такими невозможными, что не знаете ответа? Большинство из нас… То есть этот мастер будет о задании невозможном, невыполнимом задании, миссия невыполнима, которая обстояла перед Иосифатом. Когда мы читаем Слово Божье, мы видим, что люди, которые шли за Богом и сталкивались с проблемами, и со многими, и чаще всего с большими проблемами, люди, идущие за Богом. Давайте поговорим о Иосифате. Кто такой был Иосифат? Это был царь, царь иудейский, иуды. Это примерно в 870 году до нашей эры он жил. Он был внуком Шлома. Ну, прапрадедушка его был царь Соломон. В то же время Ахал был царем Израильским Северного царства, и в то время были пророки Илья и Елисей. И Иосифат был хороший царь. Он служил Богу. Он не только служил Богу, но обучал народ идти за Богом. Он сражался, создал поклонствам. Он убрал вала, старту и так далее с территории. И он дал пророкам ходить между людьми с Торой и обучать весь народ тому, что Господь заповедал. В дополнение из этих вещей Бог дал шалом Иуде и дал почет этому царству иудейскому, что вокруг народа уважали, даже дань приносили иудейскому царству, деньги, еду, чтобы быть с ними в шаломе, в мире жить с этим царством, потому что Бог дал уважение и почет. И вот Иосифат жил в это время. Ну вот, есть изменения, повороты в направлении. Все было хорошо. До того момента, пока он не заключил союз с Ахавом. Вы помните, кто такой Ахав? Об истории из Эвэль. Но это был нехороший царь, который служил валу и дал поклонник. И чтобы заключить союз между Израилем и Юдой, он выдал дочь замуж за Иосифата. И когда Иосифа пригласил его в Самарию, он делает такую месибу большую, с множеством жертв, приношений. Он говорит, и он говорит, давай выйдем на войну, рамот гелат. И Иосифат говорит, твой народ мой народ, твоя война моя война. И он спросил пророков, или можно выйти на войну? Многие говорили, да, Бог поможет тебе, ты победишь. И Иосифат спрашивает, если еще есть один пророк, который скажет другое что-то, и один из пророков сказал, что ты проиграешь. Иосифат выходит с Юдой Израилем на войну против рамот гелат. И, конечно, они проиграют, как сказал тот пророк, настоящий божий пророк. И Иосифат, в последнюю секунду ему удается сбежать в Иерусалим, но он остался целым невредимым, но войну он проиграл. И когда к нему возвращается, пророк говорит, зачем ты выбрал союз с этими людьми, зачем ты вставил союз, что ты сделал? И Иосифат слышит эти слова и укается. И он говорит, что служите Богу, идти за Богом. Мы слышали, что раньше это был шалом, был мир в Иуде. Раньше, до этого случая, и вот сейчас Бог убирает мир с границы Иуды. Мы прочитаем 2-е Паралипоминон, 20-я глава. 2-е Паралипоминон, 20-я глава. Начнем с 1-го, 2-го стиха. То есть мы постоянно будем в этой главе по стихам продвигаться. Итак, 20-я глава, 2-е Паралипоминон, с 1-го стиха. После сего Мавитяне и Амагитяне, а с ним некоторые страны Мауницкой пошли войной на Иосифата. И пришли, и донесли Иосифату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии. И вот они в Хацетсон-Фамаре, то есть в Энгеде. Мы можем прочитать эти стихи и просто что просто говорят какое-то сообщение, что идет на тебя армия, подготовься. Но о чем эти стихи говорят действительно, БМЭТ? Мавитяне, Амагитяне, еще страны Мауницкой, они пришли куда? Они уже в Энгеде находятся и говорят, сейчас у тебя будет война. Это провозглашение такое, вызов, что враг ушел на твоей территории, они пришли Иордан, они в Энгеде, они близко к Иерусалиму уже. Если это наша карта, вы видите Иерусалим, такая вот, вот Энгеде, все, они прошли уже, все, что мешает им дойти к Иерусалиму, это 40 километров всего лишь. Эмиль, ты сделал 40 километров, сколько тебе берет времени, Эмиль. Ну, скажем, день, и говорит, ему говорит, у тебя есть 7 народов, которые через день они будут в Иерусалиме, захватят Иерусалим. Это сообщение, которое он слышит. Это весь, который он получил. Это невозможно, когда он сможет организовать армию, как он может собрать людей, дать им оружие, собрать их, организовать, то есть, невозможно это сюрприз. Враг начинает уже захватывать. Есть горы, и люди не знают, которые на пути, что будет происходить. И у него нет времени подготовиться. Такая ситуация происходит. Что можно сделать? Давайте не забудем, у него была война перед этим, которую он проиграл в Рома Галацкам. И он после поражения находится в таком состоянии. И какая реакция Иосифата? Давайте продолжим читать. Второй Павел Павел Минон 23, 4. Стихи 3, 4. И убоялся Иосифат и обратил лицо свое в засадь Господа и объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить помощи Господа. Из всех городов Иудеи пришли они умолять Господа. Что делает Иосифат? Он обращается к Господу. Он проглашает пост. Поститесь и молитесь. Он делает молитву перед всеми. Он собирает весь народ и молится перед народом. Давайте прочитаем молитву Иосифата. 6 по 13 стихи. И сказал Господи Божий Отцов наших не ты ли Бог на небе и ты владычествуешь над всеми царствами народов и в твоей руке сила и крепость и никто не устоит против тебя. Не ты ли Божий наш изгнал жителей земли этой предлецом народа твоего Израиля и отдал из имени Авраама друга твоего навек и они поселились на ней и построили тебе на ней святилище во имя твое говоря если придет на нас бедствие меч наказующий или язва или голод то мы станем домом с ним предлецом твоим ибо имя твое в доме этом и возовем к тебе в тесноте нашей и ты услышишь и спасешь и ныне вот аммонитяне имамитяне и обители горы Сиира через земли которых ты не позволил пройти израильтянам когда они шли из земли египетской а потому они миновали их и не истребили их вот они платят нам тем что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего которое ты отдал нам боже наш ты суди их ибо нет нас силы против множества этого великого пришедшего на нас и мы не знаем что делать но к тебе очи наши у нас есть молитва который Сафат перед всем народом в Иерусалиме молится и он говорит в этой молитве говорит Бог ты всем владеешь ты царь царей мы мы не можем ничего сделать мы беспомощны 12 стих ибо нет нас силы против множества всего великого пришедшего на нас и мы не знаем что делать но к тебе очи наши Иерусалим Иерусалим царь иудейский который получил много почести славы что он говорит я не знаю что делать я не знаю он должен вести народ он должен мотивацию подготовиться к войне но что он говорит я не знаю Бог но это в твоих руках я ничего не могу сделать Иерусалим он очень искренний он не рассказывает истории и не пробует прийти к Богу каким-то образом другим и он приходит к Богу и ничего не скрывает и показывает истинно раскаивается и он признается что у него нет возможности силы и способности побить этого врага он знает что он не может защитить свой народ перед этим врагом и он признается что он не знает что делать он стоит стоит в невозможной ситуации миссия невыполнима скажем он говорит искренне я не знаю что делать он признается в этом и в то же время он с кротостью приходит к Богу со смирением и говорит я нуждаюсь в Тебе Боже я слаб Господи я нуждаюсь Твоей помощи я ничего не могу сделать и Бог сразу дает ответ давайте с 14 до 19 стихи давайте какой ответ дает Бог тогда на Иозеила сына Захарии сына Ване сына Ие Аила сына Матфани Левита и сынов Асаповых сошел Дух Господень среди собрания и сказал он слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Исафат так говорит Господь к вам не бойтесь и не ужасайтесь множества этого великого ибо не ваша война а Божья завтра выступите против них вот они сходят на возвышенность циц и вы найдете их на конце долины пред пустыню и еруилом не вам сражаться на сей раз вы станьте стойте и смотрите на спасение Господне посылаемое вам Иуда Иерусалим не бойтесь и не ужасайтесь завтра выступите навстречу им и Господь будет с вами и преклонился Иосафат лицом до земли и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом чтобы поклониться Господу Иерусалима 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 Бог Бог не теряет времени еще во время молитвы Он отвечает через одного из левитов и левит говорит прослушает во весь голос и что он говорит война не ваша а Божья не твоя война Иуда не твоя Иосафат а война Божья вы вы выйдете и увидите действия Божьи вы увидите как Бог действует сражается это очень понятный ответ быстрый ответ но нужна вера требует веры если бы я был Иосафатом и жил в Иерусалиме я бы построил бы город с хомотами стенами и вдруг пришло на меня большое множество воинства что я могу предложить чтобы я сказал подходите я из своих башен укрепленных стен и буду сражаться с тобой с вами в армии и он делает действие не очень такое логическое и он выходит на возвышенность перед пустынью и Бог сказал вам не нужно сражаться я буду сражаться но этот шаг требует веры Божьей давайте посмотрим как Иосафат отреагировал на то что Бог сказал какова была реакция 20-21 стихи и встали не рано утром и выступили к пустыне фикойской и когда они выступили и стал Иосафат и сказал послушайте меня иудеи и жители Иерусалима верьте Господу Богу вашему и будьте тверды верьте пророкам его и будет успех вам и совещался он с народом и поставил плевцов Господу чтобы они в благолепии святыни выступая впереди вооруженных славословили и говорили славьте Господа ибо вовек милость его и в то время как они стали восклицать и славословить Господь возбудил несогласие между манитянами и мавитянами и обиталием Гарисиира пришедшими на иудеи и были они поражены какая реакция Сафата он с полным сердцем поверил тому что Бог обещал и он делает он стал утром выходит вместе с юда и с жителем Иерусалима выйти в пустыню и насколько он крепок и верен Богу очень уповает и что он делает он он перед главной силой армии он поставил прославителей левитов что он делает поет славит он взял Голань и Гозимон всю армию но самых первых перед этой армией он поставил группу прославления что группа прославления может сделать против врага это они стоят как мишени как что может совит против врага сделать только петь они как мишени в тире у нас была была такая ситуация когда кто-то пел и пришел михабель и в 2000 году и он гитары по голове михабелю давал и он был спасен от террористов рационально как мы смотрим это вообще нелогично это просто не мудро поставить безоружных людей перед врагами но с точки точки зрения духовно это настоящая война он поставил прославление народ он дух божий с ним в этот в на это поле и осафат верит в это за собой повел народ и что мы читаем в то время как только они начали славить восклицать и славословить петь петь богу вдруг господь возбудил несогласие между всеми врагами между этими народами в то время как прославление началось все господь начал действовать и враги друг друга убили друг друга и убежали и они проиграли они не смогли взять иуду захватить мы считаем что три дня взяло что для народа иудейского идти и по следам врагов забирать добычу то есть там была огромная армия то есть у всех иудеев взяло три дня собрать этот трофей давайте посмотрим заключение что что у нас иосифат и столкнулся с ситуацией невозможной как он с ней справляется он делает пять вещей первое он обращается к господу он сказал господь я нуждаюсь тебе второе он просит молитву от народа третье он он себя унижает перед богом и признается в своих слабостях четвертое он выбирает верить он слышит пророчества и выбирает поверить этому пророчеству и пятое он выбирает славить бога и отдать ему всю славу даже если это нерационально вообще как это для нас что для нас это значит как мы можем справляться с ситуациями со сложными ситуациями которые мы сталкиваемся в наших жизнях у нас есть прославление мы можем видеть важность прославления в тот момент когда они начинают бог начинает действовать и кидает несогласие среди врагов если мы видели пять тех этапов которые сделаются в ад мы можем их взять в нашу жизнь когда мы встречаемся с каким-то вызовом с невозможным вызовом и вы все подняли руки что вы сталкивались с такими ситуациями в жизни и вы думаете что еще в будущем будете сталкиваться что мы можем взять первое первое обращаться к Богу и мы можем к Богу обратиться прийти к ним с нашими проблемами мы можем прийти и попросить молитву у наших братьев сестер с общины позвонить друзьям группа молитвенная то есть обратиться к тем кого мы знаем и попросить молитвенной поддержки чтобы они молились за нас и показать смотрите какая ситуация мы быть сильны третья точка это признаться что мы не способны это выполнить если мы думаем если я сделаю алифбат гиммель я смогу преодолеть эту ситуацию мы перейдем эту ситуацию тяжелую мы можем справиться с этой но мы можем прийти к Богу и сказать нет я не могу но ты можешь но ты можешь когда мы с открыним сердцем со смирением приходим перед Богом Он может в нас действовать после этого мы должны выбрать поверить Богу Исафат верил Богу он принял это пророчество и вышел с этим когда мы принимаем ободрение увещевание что-то от Бога мы должны выбрать и поверить в это взять это или можем сказать это не не кажется мне что Господь просит меня выйти это нелогично это не так но если мы верим мы можем продолжать и пятый это выбрать славить Бога когда мы когда мы пели сейчас мы прошли несколько истин Божьих мы говорили насколько Он высокий превознесен насколько Он велик когда мы славим Его мы вспоминаем кто такой Бог мы вспоминаем Его обитавами что Бог Он скала Израиля Он не спит и не дремлет Он с нами что Он вечно с нами всегда с нами что Бог наш спаситель что у нас проблемы мы можем наши глаза вознести к Нему прославление это оружие духовное оружие очень сильное когда наше сердце славит Бога мы наполняемся Его Духом мы наполняемся тем что как Он видит мы наполняемся Его силою у нас есть обетование Божье а про оглашение победы Божьей прославление это нас может ободрить дать нам силу смелость необходимую сделать шаг веры и Господь видит большую важность прославления это оружие духовное очень сильное это прославление наш взгляд убирает с ситуацией с проблемой на Ишуа на Бога поворачивать мы на Него смотрим когда мы славим мы видим путь к Нему пути он напоминает нам Его обетование напоминает нам что у нас есть в Боге упование на Бога и в прославлении мы продолжаем нашу веру потому что мы приходим перед Богом потому что мы говорим кто Он Бог и насколько Он велик и Бог Он никогда не отворачивается от хвалы Он любит нашу хвалу а вопрос как мы выбираем справляться с вызовами в наших жизнях или мы возьмем эти пять этапов которые и идем перед Богом если мы возьмем что-то из молитвы Иосифата 6 стих что он говорит 12 и потому что нет в нас силы против множества сего великого пришедшего на нас и мы не знаем что делать но к тебе наши очи очи наши Иосифат в этой молитве сказал нет нас силы но на тебя мы смотрим наш взгляд на на Боге наш фокус на Боге это то что мы учили с подростками об Иосифате это то что у меня было в сердце с вами поделиться чем давайте помолимся и пока группа оружия сильного оружия группа прославления и выходит и нам будет напоминать обтаваниях Божьих молимся отец небесный благодарим тебя что ты дал нам пример Иосифата и мы можем от него научиться о силе которую ты делаешь о чудесах которые ты делаешь как ты действовал тогда и что ты сделал в народе иудейском Господь ты видишь невозможные ситуации в которых каждый находится или которые мы будем в будущем находиться и мы просим от тебя Господь дай нам эту способность эту возможность прийти перед тобой и друзей Господь прийти к друзьями просить у них помощи прийти перед тобой скротостью смирением у тебя просить потому что у тебя спасение потому что в тебе на упование есть сила и сила наша не наша а в тебе мы видим как ты сражался в израильских войнах и ты можешь нам помочь Господь дай нам сердце наполненное радостью духом твоим когда мы тебя славим сейчас и благодарим тебя и вспоминаем кто ты и какова сила твоя Господь я благодарю тебя что ты находишься с нами здесь и наполняешь твою общину Господь твой народ Господь тех кого ты выбрал духом твоим Господь мы благодарим тебя Иешуа Башем Иешуа Амин Редактор субтитров Корректор Субтитры создавал DimaTorzok